Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня журналист, аналитик Георгий Сатаров. Здравствуйте. Здравствуйте. И, кстати, помощник президента России Бориса Ельцина с 1994 по 1997 годы. Правильно? Все правильно. Ну вот, кстати, период Бориса Ельцина многие вспоминают. Точнее, здесь есть даже два фронта. Одни говорят, что это период расцвета для России, время возможностей, время ожиданий. Другие говорят, наоборот, о том, что это время, когда Россия стояла на коленях, что президент не был способен справляться с поставленными задачами, и потом пришел Путин, и все пошло по-другому, в лучшую сторону. Вот для вас этот период, он какой? Для меня это довольно сложный период. Ну, во-первых, он сложный не только для меня, но и для всех граждан Советского Союза и России в частности. Он объективно сложный и достаточно вспомнить, в каком состоянии Советский Союз и Россия стартовали то, что мы потом называли реформами и так далее, и так далее. Это примерно 1991 год, и это был полный развал работы опасных институтов, абсолютно катастрофическая ситуация финансово-экономическая, социальная и так далее. Ну, кто немножко постарше вас, хорошо помнит состояние магазинов, потребительского рынка и так далее. Я напомню, что рубль тогда называли деревянным. Я хорошо помню, кстати. Молодо выглядишь. Поэтому, если вспомнить, в каком состоянии Ельцин принял это советское наследие, то это, ну, катастрофически не похоже на то, в каком состоянии его принял Владимир Путин. Тогда уже начинался экономический рост, и уже все-таки были работающие институты, новые институты, которые мы только осваивали. И у нас тогда действительно все было впереди, и это было действительно, с моей точки зрения, время возможностей, время, ну, довольно оправданных ожиданий. Какого-то будущего и будущего. Вот это моя оценка. Но на ваш взгляд, почему эти ожидания не оправдались? Или они оправдались, может быть? Потому что, опять же, здесь тоже нет такого единого мнения. По-разному люди это воспринимают. Ну, давайте. Ну, понятно, вот что. Мы довольно, это особенности человеческого восприятия, мы хорошо замечаем то, что меняется, и практически не замечаем то, что не меняется. Это свойственно многим животным, не только сапиенсам. И, естественно, хорошо замечаем изменения к худшему, они особенно хорошо заметны. Ну, допустим, утрата свободы, неких возможностей. А те возможности, которые остаются и которые не утрачены, мы практически не осознаем. Ну, как это самое, мы оказываем розы летящим вовремя. Вот. На самом деле, из-за этого наследия неможных утрачено не так уж бесконечно много, как это часто ощущают. Ну, например, мы по-прежнему свободны в передвижениях. Мы по-прежнему свободны в потреблении информации и возможности для этого расширились бесконечно. И то, что, например, сейчас изучают наши студенты и наши школьники в школах и в учетах, очень сильно отлично от того, что изучали мы в советское время. И то, что мы можем читать, ну, я не знаю, например, наследие, так сказать, социальные мысли, философские мысли нам доступны в полном объеме. И современная молодежь уже воспринимает это как нечто вполне естественное. И в этом они абсолютно не похожи на нас. И я бы мог еще много чего перечислять. И экономику загубили не только, что очень трудно в России пользоваться возможностями конкурентной экономики, поскольку резко как бы это сократилось, но вот такие возможности остаются. Вот, поэтому... В продолжении темы, я вспоминаю фильм Виталия Манского, который сейчас живет, как известно, в Латвии, режиссер. Светили Путина он называется. И там показан очень яркий такой эпизод, ожидание, когда Ельцин, Борис Ельцин ждет звонка от Путина после его избрания. Он регулярно подходит к телефону в таком довольно торжественном настроении. Но Путин, по крайней мере, как нам показали, так ему и не позвонил в тот день. Вот, как на ваш взгляд, Ельцин был разочарован в Путине? Я знаю, что был, но произошло это несколько позже. Я знаю, что... Ну, был такой эпизод еще до Веслана. Мы каждый год, я имею в виду меня, нашу команду президентских помощников, мы как минимум один раз в году к нему приезжали на 1 февраля, поздравляю с его днем рождения. И Владимир Николаевич Шевченко, который продолжал с ним работать, его шеф протокола, ставил наш визит между Патриархом и Путиным. Потому что Путин на 40 минут никогда не опаздывал. И поэтому нас ставили в этот промежуток, и с обоюдным удовольствием могли общаться больше, чем предусмотрено по трафику. И это было, по-моему, в начале 93-го года, когда ему был задан вопрос следующего содержания. Ну, как вам ваш приехал? На что Ельцин ответил, я цитирую почти точно, «Я не боялся разменивать свою популярность на непопулярные реформы, а этот боится, слабый». Это точно его слова, они были к тому же еще напечатаны в прессе. Но гораздо трагичнее для него было то, что произошло после Беслана, когда, используя террористический акт, решил сильно перекроить политическую систему, отменил губернаторские выборы и так далее. Вот это было для Ельцина очень серьезным ударом. То есть можно сказать о том, что он понял, что ошибся, когда назначил Путина своим преемником? Я уверен, что да. Вот мы уже не раз говорили с нашими гостями, потому что эта тема сейчас гремит, ну, по крайней мере, в России, да и за ее пределами, в том числе и на постсоветском пространстве. Говорим о поправках в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин. В Конституцию, я просто поясню, впишут статус, планируют писать статус русского народа. Еще одна поправка упоминания Бога в Конституции и также невозможность заключать гей-браки. И там еще есть поправки о территориальной целостности, о подвиге советских солдат. Как вы оцениваете эти предложения президента? И что они за собой несут? Ну, вообще, нужно рассматривать весь комплекс в целом. Он делится на три части. Первая часть, которая довольно серьезно обсуждается, которая, в общем, и будет использоваться властью для того, чтобы привлекать людей на участки и агитировать их голосовать за, и это так называемые социальные поправки. Это совершенно курьезная вообще ситуация, потому что такого рода вещи не регулируются Конституциями, это не принято. Обычно ограничиваются общим определением, ну, допустим, понятия социального государства, как это есть в германской Конституции, как это есть в нашей Конституции и так далее. А дальше уже, как это притворяется, эта социальность в жизнь, зависит от того, ну, прежде всего, извините, от того, как мы работаем. Если мы работаем хорошо, если мы зарабатываем, мы, общество, в целом, подзначиты государства, потому что государству нет других денег, которые мы зарабатываем. Тогда мы можем реализовывать социальные функции, и это самое главное. На самом деле, забота, о возможности быть социальным государством лежит прежде всего на нас, на том, как мы работаем. Поэтому включать это в Конституцию, ну, это абсолютный нонсенс. Вторая часть, это то, что появилось сейчас, это некое воплощение патриархально-консервативных причин, и вот то, что вы говорите, там нету много запретов и браков, там говорится просто, что государство должно поддерживать семью двуполую, брат мужчины и женщины, но оно не говорит, что оно должно поддерживать любой брат. Вот, собственно, и всё. Из этого не следует напрямую какого-то запрета. Итак, вторая часть, это вот эта вот патриархальная мечта, и третья часть, это, собственно, вот эти тёрки между ветвями власти, там появление госсовета и так далее, это какие-то их внутренние взаимоотношения, которые гражданам довольно безразличны, и в некотором смысле это не очень правильно, потому что некоторые из этих тёрок бьют по нам, по нашим интересам, но главное не в этом, в том, что это фантастически непрофессионально, и я опасаюсь, у меня нет возможности и времени влезать внутрь, это уже почти математическая работа, если угодно, и показывать, как совокупность этих поправок создаёт фантастический бедлан, но это действительно. Что касается Бога и его статуса в Конституции, вот как вы относитесь к этой формулировке? Ну, чтобы они там не записали, есть норма первого, которая содержится в первой главе, о том, что мы светское государство, и есть последняя статья первой главы, тоже защищающая, которая гласит, что ничто за пределами первых двух статей, первой статьи, извините, не может противоречить нормам первой статьи. Поэтому эта норма не имеет никакого юридического смысла и возможности юридического действия. Поэтому это просто предмет воплощения, там, где это вообще быть не должно, воплощения идеологической мечты. А тут, кстати, есть еще норма о том, что запрещена государственная идеология, это тоже в первой статье, в первой главе. Поэтому это возможность дуть в свои паруса, вот представьте себе такую сцену, мы сидим на парусном судне, оно находится в условиях полного безветвия и не может никак двигаться, и мы тогда решаем дуть в паруса. Вдруг сдвинет. Физика показывает, что так сдвинуть невозможно, но сейчас происходит именно так. И вот дуют в эти паруса вот этим ветром, который дует в прошлое. Ну, в Конституции Российской Федерации указано, что президент является гарантом той самой Конституции. Но на самом деле, как на ваш взгляд, является ли он толкователем этой Конституции? Как вы думаете? Нет, толкователем он не является. Толкователем является Конституционный суд. Это его функция, и мы не случайно обращаемся не к президенту за толкованием, а к Конституционному суду. Ну, в общем-то, он и не толкует, даже Песков не толкует Конституцию. Что говорить о президенте? Вот. Поэтому, ну, тут бояться нечего. Что касается статуса русского народа, потому что в Латвии как раз подобная история была написана преамбулу Конституции, где были прописаны права латышского народа как основной государствообразующей нации. И тогда тоже говорили некоторые эксперты о том, что это никак не повлияет на жизнь в стране, то есть это просто преамбул, и она не несет какой-то юридической ценности. Но, как показал Конституционный суд, рассматривая права и иски защитников русского образования, школы на родном языке, как раз суд взял в качестве основы преамбулу Конституции и принял решение, что образование на русском языке следует все-таки запретить, и Министерство образования в данном случае было право. Вот на ваш взгляд все-таки не будет ли вот такие прецеденты, учитывая, что с одной стороны кажется, что это не должно нести юридических последствий, а потом, походу, через какое-то время мы понимаем, что все-таки они есть. Тут хороший момент затронули, это очень интересно. Дело в том, что совсем недавно Путин выступал, ну вот перед, по-моему, вот этой самой аудиторией, так называемой, этой конституционной рабочей группы по поправкам в конституцию и говорил им буквально, цитирую по смыслу, конечно, почти следующие слова. Ну, так говорил Сусяка, как юрист, просвещающий несмышленышей, что у нас конституция прямого действия, и поэтому мы, собственно, в текст конституции не можем никаких упоминаний Бога вставлять. Ну, тут как бы сознательно у него влезло, что, конечно, Бог выше любых норм, в том числе конституционных норм Российской Федерации. И он сказал, мы можем только про Бога что-нибудь сказать в преамбуле. И он был абсолютно прав, потому что преамбула это то, что задает общий дух, но не нормы, на основании которых мы можем решать про конституционность или неконституционность каких-то законов, например. Вот. Но, видимо, видимо, его, так сказать, духовный отец, кто-то из его духовных отцов объяснил ему, что это некрасиво, и в результате мы увидели на его славу. Мы увидели, что норма Бога появилась в теле конституции. Но на самом деле никакого значения на мой взгляд это не имеет. Стихонов-шивкунова вы имеете в виду? Он? Я не знаю, кто там мог сказать патриарх или кто-нибудь из заместителей этого патриарха. Не знаю, как они называются. Это не важно. Важен сам факт, что Путин действовал в противоречии со своими юридическими линиями. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим. Политолог Георгий Сатаров у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Микс Ньюз. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня Георгий Сатаров, аналитик и журналист, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас звонок «Радиослушательная линия». Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас на Прибалтику вещаете, так что-то разговариваете. Вот как вы думаете, как Ельцин воспринимается русскими, которых бросили вы миллионами, Ельцин и все его помощники. Это просто предатели. Вот вас совесть не мучает за это? Спасибо. Спасибо. Ну, такой эмоциональный комментарий. Мне от вас спасибо большое. Я, например, узнал, кто я теперь. Нет, совесть меня не мучает. Я пришел работать к президенту по его приглашению для того, чтобы делать вещи, которые абсолютно совместимы с моей совестью, потому что советская власть была безусловно преступной властью. Не надо было строить другое государство, государство, у которого есть будущее, у Советского Союза будущего не было. Но это отдельный разговор, когда-нибудь если нужно, то я готов буду это обосновать. Вот, и я каким я был, таким же я и ушел. Туда же откуда пришел. взаимоотношения Ельцина и Горбачева, потому что Михаил Сергеевич отмечал день рождения в 89 лет, известно, что у них были очень сложные отношения, при этом и Горбачев и Ельцин они во многом уже потом сейчас даже ассоциируются и на Западе в первую очередь с людьми, которые, ну, скажем, являются, при них родилась новая Россия, скажем так. Вот почему, на ваш взгляд, у них так все не сложилось? Я, вот есть совершенно замечательное сочинение, не сочинение, а труд, это дневники Черняева, помощника Горбачева, и в этих дневниках очень интересно читать, Черняев как бы пересказывает некие диалоги его со своим шефом Горбачевым, и у них традиционно они себя утешали тем, неким образом Ельцина, некого мужика безграмотного, который вечно пьян и не просыхает, там, и так далее, и так далее. Должен сказать, что причем моим уважением к Горбачеву и то, что он сделал, я не могу не оценивать разницу между Ельцином и Горбачевым. Ельцин, а мне приходилось, естественно, с моим президентом общаться с моим древним начальником, немало и я ни разу не слышал у него какого-то негативного упоминания, негативные оценки Горбачева. Это распространяется не только на Горбачева. Каждый желающий может... Ой, извините, пожалуйста, я должен... Черт. Да, абонент сегодня доступен не только для нас. Да, но пока напомним, что нам тоже можно звонить. Значит, доступны архивы президента, они доступны в Ельцин-центре, можно почитать тексты его выступлений, вы не найдете ни одного выступления Ельцина, где он позволял бы себе личные выпады против своих политических противников. Более того, мы, конечно, когда готовили ему какие-то тексты, иногда считали необходимым предложить ему сказать что-то, дать какой-то отпор кому-то из его политических противников, и он, читая эти тексты, вычеркивал резко свои вот этой черной ручкой, ручкой с черными чернилами, вычеркивал все эти выпады. Это другой характер. Это не объясняет, конечно, различия, собственно, конфликты, это различия между качествами личности, более того. Но мы, конечно, прекрасно знаем, как метался Горбачев с одного фланга на другой, меняя оценки, меняя направление движений и так далее, и так далее. У Ельцина таких метаний стратегического толпа никогда не было. Он мог позволять себе тактические маневры, но вряд ли кто-нибудь обвинит, найдет, когда он метался таким образом с одного фланга на другой, с одного с востока на запад или наоборот. И я думал, что они оценивали разницу друг друга и это мешало притереться. Ну и наконец Горбачев рассматривал его как конкурента. Еще звонок у нас радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Вот вы раньше, чуть раньше ретранслировали фразу Ейцова на Путине. Сказали, что Ейцин выразился, что я не боюсь менять свою популярность на непопулярные решения, а этот боится. Вот не могли бы вы понятным языком кратко без демагогии напомнить об этих реформах Ейцина, которыми значит он не боялся испортить свою популярность? Да, спасибо. В общем, огромное количество. Значит, прежде всего, конечно, это рыночные реформы начала, ну, собственно, соответствующие решения были приняты в конце 91-го года, вступили они в силу со 2-го января 92-го года, и это, безусловно, были непопулярные реформы, переход от одной формы собственности к другой, от плановой, провалившейся к чертям собачьим плановой экономики, к экономике рыночной, никогда и нигде не проходил гладко и всегда бил по всем, и по обычным людям, и по собственно самой экономике, и так далее, и так далее. Гладко и, так сказать, монотонно, прогрессивно не происходило нигде, и у нас то же самое, но это такой наиболее ясный пример. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег, у меня такой вопрос, вот Россия провозгласила себя при развале Союза правоприемницей Советского Союза, а почему она не провозгласила себя правоприемницей Российской Империи, ведь долги по Российской Империи она выплачивала, хотя можно было бы потребовать кое-что и отсюда. Да, спасибо вам. Вот этого я не знаю, у меня тогда еще не было при власти, это происходило без меня, и я знаю очень серьезных людей, которые тоже считают это ошибкой, тут ведь можно было принять, например, решение такого сорта, что исторически мы продолжаем то, что начинал Александр Второй, то, что делал, кстати, Николай Второй, это переход к конституционной монархии по существу, и опереться на этот тренд, признавая при этом свою ответственность за то, что сделал Советский Союз, и за те долги, которые он после себя оставил. Но я могу прекрасно понять аргументы противоположного толка, которые состоят в том, что прошло 70 лет советской власти, и что очень много людей, которые в общем считают, что это была справедливая, хорошая, добрая власть, их действительно было много, и сейчас остается немало, и что надо было учитывать и отношение к происходящему и к прошлому этих людей тоже. Это очень сложный вопрос. Еще звонок. Да, мы слушаем вас. Алло, добрый день, Кимыч. Да, мы слушаем вас, давайте вопрос. Меня зовут господин Сатаров, вы все-таки скажите нашим всем ура-патриотам, напомните, что переход от одной формации к другой во всех странах мира, проходил очень долго, а Россия прошла этот путь всего за шесть лет, так что вот эти дикие девяностые, или как их там еще называют, лихие, я забыл точно, лихие девяностые, они прошли всего за шесть лет, а Соединенные Штаты проходили это, по-моему, целый век, в Великобритании примерно тоже, так что не надо плакать по этому поводу и винить Ельцина, а главное Ельцину благодарность за то, что гражданская война не развязалась, спасибо. Да, ну, это реплика, прокомментируйте ее. Это, ну, я бы не сказал, что мы уже перешли, во-первых, и у нас еще много, во-первых, придется, к сожалению, много восстанавливать, восстанавливать нормальную работу государственных институтов, ну, например, независимый суд, да, вот, не только это, естественно, но с чем я абсолютно согласен, если вспомнить девяносто второй год и вспомнить, что было основной, как бы, вот, центральной проблемой, которая обсуждалась в это время. Это называлась югославизация. Был страх перед югославизацией России, что если она, вот, вслед за Советским Союзом, Россия может распасться до последней деревни, и это был колоссальный страх. Это первое. И этого не произошло, и это, конечно, я согласен, что здесь роль Ельцина чрезвычайно велика. Ну, и, конечно, то, что не начались разборки между бывшими союзными республиками, и что более-менее мирно они какое-то время сосуществовали, даже могли что-то совместно предпринимать. Другое дело, что сейчас, конечно, это все утеряно, и Белоруссия, так сказать, проводит совместные маневры с НАТО. Это уже, вот, как бы, в Ельцине НАТО было далеко от границ России. Сейчас одно из колоссальных достижений этого двадцатилетия то, что НАТО приблизилось вплотную к границам России. Это угроза для России, как вы считаете? Потенциально, да, но это зависит от России. Я не думаю, что в штабах НАТО сидят безумцы, которые считают, что вот давайте оттяпаем что-нибудь от России и развозим ее целиком. Это бред собачий и понятно любому стратегу, что такой кусок переварить невозможно. Политолог Валерий Соловей, который был гостем нашей программы, он сказал о том, что в Кремле НАТО не боятся. Согласитесь с этим? В Кремле не боятся никого и боятся всех. Вот так устроен Кремль, если быть точным. но то, что ну как бы для Кремля в некотором смысле это удобно, то что вот смотрите, НАТО подошло совсем близко к нашим границам, надо затянуть пояса, надо заниматься перевооружением, надо увеличивать число дивизий и так далее, и так далее. ну вот тут-то это может быть извините, Путину выгодно, но то, что это колоссальное право внешнеполитическое, не знаю, это не самое. Вот вы рассказывали в одном из интервью о том, что в свое время сидели с Путиным на планерках в администрации президента, и он был такой, как вы его охарактеризовали, очень тихий. И тогда сказали, что фраза, которая ему очень нравится, которая его очень характеризует, да, которую он произносил, если я не ошибаюсь, это жизнь очень простая штука. Это не то, чтобы он постоянно это произносил, это тоже из его книжки от первого лица, предвыборной книжки, которая была изнана в начале нулевого года, если мне не извините, память, и там вот это откровение было сформулировано, а жизнь на самом деле очень простая штука. На самом деле это очень свойственно вот этому упрощенному вертикальному сознанию и спецслужб, и ну такому милитаризованному, если угодно, знанию. то, что на этом несмотря суть действительности, в общем, довольно очевидно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, у нас сорвался звонок. Ну вот, недавно в Москве прошел марш Бориса Немцова, который объединил в себе довольно много других тем, в том числе, которые волновали общество, россиян, и вот такая действительно массовая, наверное, правозащитная акция. Как вы считаете, почему именно такой способ был выбран тогда у тех, кто убил Немцова для того, чтобы с ним свести счет? Вот ваша версия. Почему именно так? Ну, интересный вопрос. Я никогда его себе не задавал, потому что мне казалось, что это здесь мне казалось, что для людей в нынешней российской власти это довольно естественный способ решения проблем, с которыми они не могут понять и не могут с ними справиться. Борис Ефимович был именно такой человек, который им был абсолютно непонятен. Ну, что ему еще надо? У него все есть. У него есть деньги, хорошая квартира, его все любят, его бабы любят, нас не любят, а его гад любят. Вот. И а он тут понимает, что он я хотел сказать не очень цензурное слово из их лексики, чего он тут выпендривается, значит, и что-то на нас катит и так далее, да еще такие слова говорят нехорошие, и при этом внутри они переводят слово нехорошее на слово правильное, вот, и это еще больше приводит в бешенство, но они могут ему противопоставить то, что есть у него, у него есть обаяние, у него есть возможность говорить открыто и говорить правду при этом, у них такой возможности нету, и у них больше ничего не остается, а хочется. Ну вот как раз в пятую годовщину убийства Немцова Путин наградил медалью, медалью ордена, если я правильно помню, за заслуги перед Отечеством сенатора, от Чечни Сулеймана Геремеева, родственника которого подозревали как раз в убийстве Немцова, вот что это за совпадение такое? Ну, это то, что называется мелкая пакость, а не совпадение. А отношения Путина и Кадырова? Кто-то говорит о том, что Кадыров самый близкий соратник Путина, да, можно слышать такие определения, кто-то наоборот, да, говорит, что Путин его побаивается и отдает дань ему тем самым, да, наградами, например, какими-то. вот как вы считаете, кто они друг к другу? Ну, я не настолько вхож, вернее, я совсем не вхож, я являюсь внутренним наблюдателем, я могу только фантазировать. Я думаю, что на самом деле тут смесь и боится, и надеется, если что, значит, выручит, но все равно страшно. Еще звонок у нас, тогда примем его под занавес эфира. Здравствуйте, попросим вас очень коротко. Можно ли еще вопрос? Да, очень коротко задавайте, Владимир, потому что время... Я задавал про реформы, вы ухмыльнулись и сказали огромное количество и привели одну реформу рынок, который обнищание россиян довел до предела. Сейчас уместно будет мне ухмыльнуться на ваш ответ? Вопрос у вас будет или это репетит? Можете ухмыляться сколько угодно, но если вы попытаетесь действительно реально разобраться в происходившем, вы вспомните, что первая действительно серьезная потеря накопления граждан была осуществлена денежной реформой Павлова. Помню, что это было в 90-м году, а не в 92-м. Ой, в 91-м году, это была реформа в масштабах Советского Союза. Это просто качество применения. Ну что ж, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за участие. Георгий Сатаров, помощник президента России Бориса Ельцина, публицист и политолог, был гостем нашей программы сегодня. Эфир провели Ана Смирнова. Вадим Родионов, извуко-режиссер Родион Золотарев. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин